Одна из самых горячих тем, которая интересует практически всех и каждого, потому что каждый с ней сталкивался, либо думал, либо участвует. Какая, 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 какая. Нет, не игра в Baldur's Gate 3, к сожалению, а противостояние съема хаты в аренду и покупки в ипотеку. Есть два стула, как говорится, на какой сам сядешь, на какой жену и детей посадишь. Вот в чем вопрос. Именно с ним мы и будем сегодня разбираться. Проанализируем, так сказать, с финансовой точки зрения, также с точки зрения стратегической, а также я расскажу вам свое мнение, потому что очень часто мне эти вопросы задают и, мягко говоря, мое мнение не совпадает с мейнстримным, то есть самым популярным. Поэтому давайте разбираться. С вами Алексей Антонов, вы находитесь на моем канале. Погнали! В интернете вы можете найти тысячу и одну статью о том, что же лучше, ипотека или съем. В основном, если вы посмотрите первую часть выдачи Гугла или Яндекса, там будут статьи от банков. Конечно же, они будут вам писать. Блин, короче, тут, конечно, все неоднозначно, но если ты не лох и ничмо, то, конечно же, тебе надо ипотеку брать. Потому что аренда – это для людей с нестабильным доходом, когда у вас отсутствуют планы на будущее, когда вы не знаете, будете ли вы зарабатывать. Короче, когда вы лошара нищебродская. А вот если вы приличный человек, конечно, ипотека вас ждет. Кстати, вот вам калькулятор. Большинство статей будут примерно вот такие, потому что статьи – это либо на сайтах банков, либо на сайте агрегаторов, которые тоже зарабатывают с перехода тех, кто желает ипотеку купить. И на самом деле ничего сильно плохого-то в ипотеке нет, но дьявол кроется в деталях. Для начала разберем, собственно, а что выгоднее по деньгам. Ну, может быть, нас везде обманывают, может быть, на самом деле снимать надо, и на самом деле ипотека нужна. Для начала абстрактный пример. Вот есть некоторая квартира в условном центре условного города, или не в центре. Просто некая абстрактная квартира, которую вы выбираете – снимать вам или покупать. Так вот, если стоимость аренды будет стоить x, то стоимость покупки в ипотеку ежемесячным платежом будет стоить как минимум 1,5x, а то 2x, либо 3x. Потому что 1,5 очень редко. Скорее всего, вы заплатите либо в 2 раза больше, либо еще больше, в зависимости от процента первоначального взноса. То есть за один и тот же бюджет, который у вас есть в месяц именно на жилье, то жилье, которое вы себе сможете позволить в ипотеку, будет гораздо-гораздо хуже. Возьмем конкретный пример. Возьмем Москву, возьмем бюджет в 70 тысяч рублей на жилье. За эти деньги вы найдете в аренду что-то приличное, какую-нибудь двухкомнатную квартиру в пределах 3-4 станции от Садового кольца, в которой более-менее можно будет нормально жить. Но если вы будете смотреть, что можно взять в ипотеку за 70 тысяч рублей, то это будет МКАД, либо за МКАДом. Потому что ничего приличного вы внутри МКАДа не найдете за эти деньги априори. Ну, ничего сравнимого по размеру и по удобству. То есть это всегда большая разница. То есть аренда, она дает вам лучшие условия прямо сейчас. Так, а сейчас будет чуть-чуть сложно. Взамен серьезных трат, которые вы несете по ипотеке в виде ежемесячных платежей, каждый месяц вы получаете один поделить на 20, например, лет умножить на 12 месяцев, кусочка квартиры. То есть вы по чуть-чуть, по чуть-чуть становитесь собственником некоего жилья, которое тоже имеет свойство дорожать, которое стоит определенных денег. Если на аренду мы просто выкидываем бабки куда-то, ничего у нас не остается, то в случае с ипотекой мы постепенно обретаем жилье. С некоторой скоростью в зависимости, опять же, от первоначального взноса, от срока и ипотеки, от того, гасим мы ее досрочно или не гасим. То есть постепенно мы жилье себе все-таки приобретаем. То есть вы становитесь богаче, несмотря на то, что вы платите каждый месяц тоже куда-то деньги, и кажется, что они исчезают. Вы постепенно по кусочку забираете себе жилье, а выкидываете вы из этих денег только проценты, которые вы платите сверху. Это примерно, вот я тут что-то посчитал, если это 8% ставка и 20 лет, например, то 40% вы переплатите. То есть 40% из денег заплаченных будет выкинуто. Вы можете зайти в калькулятор, их тоже дохранище. Если вы интересовались ипотекой, арендой, то есть сравнивали как-то, вы точно эти упражнения проделывали. Они в разное время разные. Мы с вами сегодня запишем универсальный ролик. Да, квартиру сразу же запишут на вас, но она будет в залоге у банка. Короче, вы будете по кусочкам ее получать. Вот, кстати, график стоимости ставки по ипотеке, если кому-то интересно. Как она менялась? Мне, например, неинтересно. Также мне неинтересны всякие разные программы. Там есть куча всего, семейная ипотека, компенсация от государства, кто-то что-то откладывает. То есть есть разные рыночные способы получить взаймы, квартиру и постепенно за нее платить. И не все эти способы реально плохи. Об этом мы поговорим позже. О чем мы говорим сейчас? О том, что, собственно, выгоднее ипотека или съем с точки зрения финансового. Потому что люди ищут выгоду. Поэтому следующий аспект, который нам надо проговорить, у нас еще есть, если мы сравниваем с вами, ипотеку и аренду ипотеки и платежи зафиксированы, ну, либо прописаны заранее в графике. А арендные платежи, если мы рассматриваем сравнимый срок 5, 10, 20 лет, то они, очевидно, будут расти. Что вы вряд ли сможете снимать 20 лет квартиру за одни и те же деньги, я на вас посмотрю. Это будет очень редкий случай. Скорее всего, они тоже будут расти, поэтому дальше будете платить больше и больше и больше. С другой стороны, когда у вас ипотека, то есть уже свое жилье, вам придется покупать свою мебель, делать какие-то ремонты, бытовую технику, вот этим всем тоже заниматься, это тоже все стоит денег. Поэтому я эти вопросы примерно сбалансировал, что они для меня примерно равнозначны. Да, там цена дорожает, тут вы за какое-то время амортизируете ремонт, доделываете его, там что-то надо подкрасить, подкупить, подклеить, подсверлить. Все эти вещи, они, безусловно, есть. Их тоже надо учитывать. А далее разгадка. Собственно, в чем разница? Что выгоднее? Выгоднее по деньгам покупать ипотеку, потому что постепенно на некую дельту вы можете ее для себя просчитать. Вы становитесь каждым месяцем владельцем кусочка какой-то недвижимости. Вот из ваших платежей часть будет процентой, часть уйдет в квартиру, и вот эти кусочки квартиры каждый месяц вы себе приобретаете. Аренда будет стоить дешевле такой же квартиры в разы, скорее всего в разы, как минимум в два раза. То есть вы будете получать то же самое жилье, которое тоже что-то стоит, но гораздо дешевле. Вы можете посчитать вот эту разницу. И разница между ипотекой и арендой, она примерно эквивалентна стоимости вашей мобильности и гибкости. То есть вашей возможности в любой момент поменять уровень жилья, поменять квартиру на более хорошую, на какую-то похуже, переехать в другой город, переехать в другую страну, другой регион. Вот примерно за эту мобильность вы заплатите ту выгоду, которая есть финансово по ипотеке. Почему это происходит? Потому что рынок является сбалансированным. Такой большой ликвидный рынок, как рынок жилья и ипотек, он довольно неплохо сам себя подкручивает. То есть я сейчас объясню на простом примере. Представим себе, что ипотеки сильно-сильно выгоднее, чем аренда жилья. Получается у нас что? Получается, что в аренду жилье перестают брать, потому что, блин, ипотеки, они такие классные, они такие выгодные. Они начинают меньше арендовать. Владельцы квартир, которые покупали их под аренду, сдают, живут там, может быть, куда-то в Таиланде или просто владеют целой кучей хаты и таким образом накопились именно старость. Они вынуждены снижать цены со временем, потому что, ну, коммуналку надо платить, оно простаивает, не отбивает какие-то их затраты. Они начинают снижать цены. То есть у вас балансируется стоимость аренды, если ипотека стала слишком выгоднее. Наоборот, если аренда слишком выгодна, никто не берет ипотеку. Подождали они год, два, три, но видно, что никто жилье не разбирает. Цены на недвижимость начинают ползти вниз, потому что ипотека стала слишком невыгодной. И пока она не станет выгодной, они будут уменьшаться. Ну, так работает рынок. В основном, конечно, в другую сторону. Получается, что аренда слишком выгодная, цены на аренду растут, пока она не станет такой же невыгодной, как ипотека. То есть, сделать какой-то финансово обоснованный выбор именно с точки зрения выгоды по деньгам невозможно. Вы получите выгоды от ипотеки ровно столько, сколько, как я уже говорил, стоит ваша мобильность и ваша гибкость. Никакой выгоды здесь не найти. Вот во сколько она сейчас рынка примерно оценивается, столько вы примерно и получите дополнительно в свой капитал, взяв ипотеку, потому что туда будет что-то капать. Поэтому этим вопросом заморачиваться совершенно не стоит искать выгоду. Что мы тогда здесь вообще обсуждаем и зачем этот ролик? А ролик этот за тем, что я буду вам доказывать, что брать ипотеку в возрасте лет до 35-40, пока у вас нет возможности купить себе хорошую квартиру либо за кэш, либо прям на очень хороших условиях взять ипотеку. Я буду вам доказывать, что это плохая идея, по моему мнению. Опять же, вы можете со мной не согласиться, потому что все люди разные, но у меня вот так. Проблема выбора брать сейчас ипотеку или снимать дальше жилье, это проблема, хочешь ли ты сейчас подбивать свой потолок, готов ли ты вот уже к тому, что ты в целом хочешь тратить нормальное количество денег для того, чтобы закрепиться в определенном месте. Это психологическая штука. У меня это вопрос, готов ли ты жить сейчас в сложных условиях и тратить все свои ресурсы на то, чтобы сформировать правильные навыки, потратить как можно больше времени на работу, потратить как можно больше времени на создание капитала, как можно больше различных попыток заработать деньги, сделать за свою жизнь. И уже только потом начинать там собственное жилье иметь, тратить деньги на ипотеку, подбирать что-то адекватное и так далее. Почему я так думаю? Потому что, очевидно, 25-летнему не взять ипотеку своей мечты, взять квартиру очень редко, очень сложно, кому это удается. Взять именно какой-то финальный вариант. А по моему мнению, надо брать финальный вариант. То есть вот ту хату в том месте, такого размера, в которой ты готов жить, строить семью, где будет много пространства, где будет хорошая инфраструктура, например, что я очень ценю, чтобы можно было быстро добраться до важных для меня мест, не только для офиса, но и до разных других, чтобы это был хороший район, чтобы это был либо большой дом, либо большая квартира. Сразу же невозможно вписаться в эту историю. Ну, не дадут 25-летнему человеку такую ипотеку, невозможно будет ее обслуживать. 30-40-летнему уже, да, можно что-то думать в зависимости от ваших успехов. 40+, да. Пока этого нет, что надо делать? Хаслить, 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 ебашить, ебашить, ебашить. На мой вкус впутываться в ипотеку просто для того, чтобы, ну, зато своя, я тут вот шторочки повесил, тут у меня, значит, балкончик, тут у меня, значит, обои, но, на мой взгляд, это бред и ненужная трата времени, ресурсов, сил, еще эмоции какие-то в эти ремонты инвестировать. На мой взгляд, это все трата времени. Поэтому я много лет жизни снимал квартиру, пока какие-то адекватные деньги у меня не появились. Просто потому, что думаю, что ставить планку выше, то есть снимать-снимать долго квартиру дешевле гораздо, чем вы бы отдавали за ипотеку, чтобы потом взять нормальную ипотеку уже с хорошим, там, не знаю, с 50-процентным платежом, позже про это поговорим. Либо просто купить квартиру за кэш, которую ты хочешь на каком-нибудь кризисе. Это гораздо более удобный вариант. Гораздо лучше жить вместе для сна, как я долгое время и делал. Я никому не навязываю, конечно же, но вы же меня спрашиваете, как я считаю лучше делать. Вот я долгое время жил в местах, где просто нужно спать. Поспал, в душ сходил, пошел на работу, пошел чем-то заниматься. Зачем мне нужна какая-то квартира, если я там не провожу время, если я все время работаю? Нахрена она мне сдалась? Опять же, привычка шокировать своим шикарным жильем представительницы противоположного пола или представителей. Мне кажется, это привычка пагубная в первой половине жизни, пока у вас нет хорошего своего собственного жилья, купленного не в ипотеку. Это, во-первых, формирует дурацкие привычки, во-вторых, оставляет с вами не тех женщин, с которыми надо что-то строить. Потому что это очень хороший маркер, когда с вами встречается дамочка, которая готова в этих условиях с вами что-то делать, понимая, что для того, чтобы быть замужем за генералом, надо выйти замуж за лейтенанта. То есть нужно какое-то время. Соответственно, это ценный фильтр. Короче, я бы не стал бетонировать над собой потолок, впуливаясь в ипотеку, пока вы видите хорошую динамику. И даже если вам нужно какое-то большее пространство, как я уже говорил, снять квартиру будет гораздо выгоднее, чем брать ипотеку, потому что качество этой квартиры будет гораздо лучше, если уж оно вам нужно. А уже во второй половине жизни, когда вам надо меньше ходить в офис, когда можно работать из дома, когда у вас есть какие-то проекты, активы, инвестиции, и когда вы уже чуть-чуть подразобрали, что тут происходит, тогда да, вы уже определились с жильем, можете сделать большую, хорошую инвестицию, либо за кэш, либо через выгодную ипотеку. Вот такое вот мое мнение. Там, чтобы и для детей было место, и лего пособирать, и роботов построить, и чтобы женщине вашей было гораздо комфортней уже в том месте, где можно нормально жить, так сказать, во второй половине жизни. Вот такое вот долгосрочное планирование от Алексея Антонова. Вопрос из зала, а что тогда до второй половины жизни детей не иметь? Иметь? Почему нет? Фобии у граждан какие? Типа, как мы, вот у нас ребенок, вот собака, непреодолимые испытания, как же мы будем снимать квартиру? Блин, это гораздо выгоднее, чем брать аналогичную в ипотеку. Просто надо преодолевать эти непреодолимые препятствия, договариваться, ходить, нормальные, интересные варианты, продолжать, копить капитал. Если вы хотите все-таки иметь детей, что прекрасно и похвально, и при этом достигнуть каких-то больших результатов в карьере и в бизнесе, что тоже похвально. Это все можно совмещать. Под это дело можно находить нормальное съемное жилье, при этом планировать свою карьеру и планировать какой-то выстрел. Почему обязательно надо ипотеку брать? Я вот не понимаю, с моей точки зрения это невыгодно. Я прошел эту игру от начала до конца. Сначала я снимал квартиру с дружбаном на двоих за 20 тысяч, потом один за 23 500, потом один за 40, потом в Москве за 70, потом в Москве за 150. Я считаю, что если у вас серьезные цели и вы хотите получить все-таки хорошее жилье и свое собственное, не переплатить до хранища процентов, купить его путем выдергивания просто части ваших ликвидных активов и покупки за кэш хотя бы за половину, что сильно-сильно уменьшает процентные платежи, потом в течение нескольких лет закрыть, что тоже ок. Я думаю, что эта стратегия оптимальная, чем просто думать, ой, мне 23, что же делать, столько классных ипотек, вот мы с моей женой думаем что-нибудь смотреть. Я думаю, что этот вариант хуже. Если у вас большие цели, если у вас нет каких-то великих задач, то, соответственно, и не надо меня спрашивать о том, как это делать. Не моя специальность. Ипотеку любой квартиры из тех, что я снимал, стоила бы мне x2, x3 от моего платежа, то есть я бы не смог просто такой жить. Плюс еще несколько факторов. Когда ты делаешь качественный ремонт для себя, он не увеличит стоимость квартиры настолько, как какой-то ширпотребный ремонт. Потому что все ремонты, они не эквивалентны своей цене по вкладу. Потому что те, кто квартиры делают под перепродажу, они делают типовой плохой ремонт. Потому что он дает максимальный вклад в стоимость квартиры. А если я делаю хороший ремонт под себя, ну, допустим, я взял ипотеку, начал делать хороший ремонт, сделал его и вот захотел куда-то переехать. Я не получу столько денег, сколько я потратил в виде сил, эмоций, там, хорошего дизайна. С мебелью надо со своей постоянно таскаться, из одного места в другой, из одного города в другой. Все эти темы, типа, тут закрыл ипотеку, там взял другую. Вот это вот все на разных ставках, оно, во-первых, стоит денег, то есть это финансовые потери. Во-вторых, допустим, мне надо куда-то переезжать, а сейчас дорогая ставка по ипотеке. Я не могу перекредитоваться в выгодное, что мне делать, ждать или куда-то дергаться. Вот эти все нюансы, они решают у меня гибкости. А у меня всегда был подход такой, я живу там, где я максимально могу себя хорошо приложить, где максимальная эффективность, где мне максимально комфортно и так далее. Вот у меня в детстве был именно такой подход ко всему. Ну, в детстве я имею в виду все, что до 30. Теперь у меня больше как-то я уже душой, ближе к Москве, к России. Но вместе с тем я себя и максимально хорошо здесь прилагаю. Поэтому тут все совпадает. Возможно, потом я буду жить где-нибудь в Пермском крае, в лесу через 10 лет. Кто знает, может мне там больше всего будет нравиться. И там у меня будет творческий какой-то поток, и книга будет максимально писаться. Может быть, акции на бирже будут максимально хорошо выбираться. Я не знаю. Но когда я начинал, я жил там, где надо было жить. Вот, соответственно, как-то привязываться к одному месту мне было бы сложно. И, наверное, это сильно бы повлияло на мою жизнь в негативную сторону. Ну, оценивая из текущего момента. На мой взгляд, финансовая грамотность – это про то, чтобы иметь хороший план и, соответственно, этого плана придерживаться. Хороший план, на мой взгляд, предполагает не иметь никаких долгов без крайней необходимости, а скорее наоборот. Поэтому карточки кредитные, банковские какие-то кредиты и ипотека – они мне все просто не нравятся. Потому что я люблю копить активы, которые приносят деньги, поэтому если можно никому не быть должным, я предпочитаю никому не быть должным. Потому что зачем мне потреблять взаймы? Понимаете, к чему я веду? Ипотека, конечно, тут на этой чаше весов по сравнению с кредитными картами выглядит гораздо-гораздо разумнее. Но это все же одного поля ягоды. Даже если одно – это мороженое, а другое – это арбуз, все равно все это ягоды. А что вместо долгов? Вместо долгов надо иметь активы. То есть те вещи, которые приносят деньги. Это не видео про финансовые грамотности. Я просто про это упомянул в очередной раз, что надо приобретать активы, то есть дивидендные акции, которые платят вам деньги, которые зарабатывают деньги, покупать доли в бизнесе, делать какие-то свои проекты, хаслить на работе и постоянно формировать, формировать, формировать. Капитал. Копить какие-то деньги, тратить их на выстрелы, на попытки сделать что-то классное и умножиться. Но делать это разумно. Про это, кстати, видео есть на Boosty, ссылку внизу закреплю, что я имею в виду. Тут не буду подробно расписывать. Но, в общем, суть про то, что надо иметь как можно больше вещей, которые дают деньги. А ипотека – это вещь, которая жрет деньги и жрет больше денег, чем аналогичная квартира в аренду, как мы уже говорили. То есть общая система ваша финансовая должна работать в плюс. И если пока она не позволяет купить собственную квартиру или за какую-то небольшую часть дохода за 20% брать хорошую ипотеку без ущерба для вашей основной системы, ну, значит, пока не надо этим заниматься. Значит, пока надо заниматься накоплением активов, откладыванием денег, какой-то экономией, приобретением акций или ростом в профессии, нетворкингом и так далее и тому подобное. А не думать, что сейчас я возьму ипотеку, это меня замотивирует больше и лучше работать. Ну, не знаю. Дал бог зайку, даст ты лужайку. Вот это такой же подход. На мой взгляд, не очень грамотный. Я, может, слишком тревожный человек, но я люблю, когда вот уже есть плюс какой-то, есть какой-то капитал. Я, если честно, себя и не представляю, как бы я даже жил бы с другим подходом, типа, не пытаться иметь какой-то капитал и с него зарабатывать. Но это ладно. Скорее всего, я проклятый капиталист. Поэтому мой поинт. Если вы хотите подбить, запетонировать свой потолок прямо сейчас путем ипотеки, вот вы определились, все, вот здесь я буду жить, делайте это осознанно. Понимаете, что вот это условно финальная точка моего удобного, комфортного жилья, неважно в каком городе, в какой стране или где, но вот здесь я хочу остановиться. Я понимаю, что я делаю. Я понимаю, что у меня есть, допустим, какие-то активы. Я могу из этих активов вытащить ликвидную часть. Я, допустим, могу взять ипотеку. Если уж я беру ипотеку осознанно, допустим, дать не 50% дать кэшом, а 50% взять в ипотеку для того, чтобы какими-то небольшими платежами без особого ущерба выплатить ее для себя за 3-4 года, не переплатить по процентам. И тогда для меня это адекватный шаг. Вот вы прикинули, что бы вы с этих денег заработали, если бы вы просто купили всю квартиру за кэш, или вы решили только половину квартиры купить за кэш, остальное взять в ипотеку. А эти деньги вам есть, например, куда девать. И вот это разумный подход, когда у вас есть выбор. А когда вы нагружаетесь ипотекой под завязку, например, имея еще какие-то там обязательства или риски, плюс девальвацию рубля, еще какие-то проблемы. Ну, на мой взгляд, это немножко необдуманный подход. Даже если в проспекте банка или застройщика все эти квартиры выглядят невероятно красиво, и вам очень хочется там наконец-то зайти и сказать, моя, моя квартирушка. Не знаю, может быть, я слишком привязан к ноутбуку, но я там, где мой ноутбук, и у меня вот это вот всегда работало. Неважно, в какой стране я тусовался, где я сидел. Информация важна. Активы, ценности, счета, крипто-кошельки, зарытые золотые слитки в саду. А вот это вот моя недвижимость. Это, конечно, круто, но уже после того, как все остальное налажено. Да, еще одно про ипотеку. Я специально не делаю тут сравнений с портфелем активов, а что бы было, если бы мы вот эту разницу между арендой и ипотечным платежом вкладывали в рынок акций хотя бы с 10% доходностью, а такую доходность на дистанции в 10-20 лет на российском рынке получить не проблема в среднем. Я этого специально не делаю. Вы можете это прокалькулировать у себя в голове. Обычно у людей ничего такого и не получается, потому что надо откладывать и планировать. Эта тема отдельно в видео. Но просто вам скажу, что заняться своими жилищными условиями, именно так, как я описал, требует большой дисциплины. То есть если для вас это нормально, то вы и активы можете копить, и у вас и так вопросов не возникает, что вам делать. Возможно, мой подход просто будет небольшим хинтом для вашей личной стратегии. Но если у вас проблемы с дисциплиной, с откладыванием денег, с ограничением себя, то у вас ничего и не получится, и тогда лучше просто брать ипотеку и не париться, потому что она вас хотя бы замотивирует стараться и не забивать на все свои идеи и ценности. Короче, халупа в ипотеку не мотивирует настоящего викинга, на мой, опять же, взгляд. Но никому я его не навязываю. Вы можете жить так, как вам удобно. Особой, повторюсь, выгоды между сниомом жилья и взять его в ипотеку, именно финансовую, вы не найдете. Ипотека выгоднее ровно настолько, насколько ценится ваша мобильность. То есть она наполняет ваш капитал ровно настолько, сколько стоит ваша свобода перемещения, свобода смены условий, локаций и всего остального. Поэтому прошу заранее прощения, если кого расстроил или обидел, но я просто слишком ориентирован на задачи. Если вы спрашиваете меня, мой подход – не брать ипотеку, брать ее уже во второй половине жизни, когда вы уже определились, где, как, с кем, что вы будете делать. А пока нет – хасл, хасл и хасл. Я был слишком всю жизнь ориентирован на задачи, чтобы иметь какой-то другой подход. Поэтому вот так. С вами был Алексей Антонов. В моем канале никогда не будет рекламы, ипотеки и других банковских продуктов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok